Приоритет номер один – это борьба с бедностью. В Молдове эта проблема есть, и проблема очень непростая. Вот смотрите, 25% населения Молдовы в 2019-м находились за чертой бедности. В том числе 32% сельских семей, 42% многодетных семей, 38% семей и так далее. Я думаю, что это одна из проблем номер один в Молдове. И здесь нужно запустить несколько важных кампаний. Отдельно для пенсионеров. То, что было при коммунистах, когда мы индексировали пенсию на 20% в год, ее нужно дополнить тем, что мы сделали в прошлом году индексацию два раза в год. И продолжить этот хороший опыт. То, что было при коммунистах, то, что я делал, когда был президентом Республики Молдова. Нужно обязательно продолжать с этой единоразовой помощью два раза в год, то, что мы в прошлом году запустили по нашей инициативе. В этом году мы первый шаг сделали к пасхальным праздникам, тысячу лей каждому пенсионеру, который получает меньше 4 тысяч лей пенсию. Это нужно продолжить. Я думаю, что к 1 октябрю это тоже должна быть существенная помощь для этой категории. Нужно отдельно посмотреть, что у нас, если мы говорим о социальной части, что у нас с зарплатами. Ну, для бюджетника, вы знаете мою инициативу, которая, я считаю, что она правильная, ее очень не ожидали, это увеличение пенсии, зарплат медикам. К сожалению, третий этап нынешний президент заблокировал, не подписал, не дал возможности, чтобы мы приняли этот закон, и чтобы он был внедрен. Но не надо, вот медики, понятно, им нужно помогать, но у нас есть очень большой сектор, это образование. Там тоже нужно сделать то же самое. И не только увеличение для учителей, но для технического персонала. Вот для всего бюджетного сектора это один из приоритетов. То есть пенсионеры, зарплата бюджетного сектора. Третье, социальная помощь. Да, мы запустили несколько важных инициатив в прошлом году. Это мы увеличили помощь, которая дается на зимний период, каждый месяц на отопление и так далее. Но нужно наконец-то отменить нынешнюю систему социальной помощи, когда делается по критериям. Если у тебя есть участок возле дома, или если у тебя как пенсионера живет там внук, тебе социальная помощь не положена. Нужно вернуться к системе, которая была при коммунистах. Тогда было 13 категорий четко. Пенсионеры, ветераны, многодетные семьи и так далее. Они получали от государства помощь. Каждый год, каждый месяц. Вот это один пласт очень большой. Второй блок, серьезный. Для того, чтобы платить пенсии и зарплаты, нужно зарабатывать деньги. Вот это самое главное. Где вы финансовое покрытие планируете найти? Нужно зарабатывать деньги. И хочу напомнить, что при коммунистах, опять я буду говорить при коммунистах, потому что я тоже там был, у нас не было программы СМВФ. До 2006 или 2007 не было программы СМВФ. Не было этой зарубежной помощи, которую вот сейчас я вижу, эти правые наши оппоненты бегают, как щенята за послом США, за лидера МВФ и так далее, с протянутой рукой. Мы зарабатывали сами. Мы сами себя кормили и увеличивали пенсии на 20% в год и строили дороги. Для этого нужно заниматься экономикой. Нужно поднимать промышленность. И это можно сделать. Нужно наконец-то понимать, что если мы не вернем хотя бы еще 150 тысяч гектаров орошения сельского хозяйства у нас не будет. Нужно помогать тем, которые готовы обрабатывать земли вместе. Потому что каждый на своем полгектара не сделает ничего в сельском хозяйстве. И вот этот большой экономический блок, где вы знаете, я был министром экономики, у нас одна из лучших команд всегда была экономистов. Вот мы этому блоку будем уделять особое внимание, чтобы зарабатывать деньги и помогать гражданам, чтобы мы вышли за этой чертой беды. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!